Расскажу про такую проблему, которая, скорее всего, не часто бывает в этих машинах, но бывает. Я заметил, что у меня упал уровень охлаждающей жидкости. Не сильно быстро он падал. Несколько месяцев, наверное, но по чуть-чуть он падал, 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 падал. И в конце концов я увидел, что он очень низкий. Чаще всего охлаждающая жидкость течет в мотор, в батарейку. Это самые неприятные вещи, которые происходят, как правило. Но иногда он вытекает просто из каких-то соединений. Сегодня я покажу вам один из таких случаев, к счастью, не таких неприятных, как течь в мотор или течь в батарейку, не дай бог. Сейчас мы снимем корыто полностью и будет видно, где и откуда подтекает. Хотел дополнить такой момент. Я знал, откуда у меня подтекает. Я видел это заранее, поэтому не спешил с ремонтом, потому что понимал, что течь не в мотор и не в батарейку. Если вы заметили, что у вас уходит уровень охлаждающей жидкости, то лучше максимально быстро принять меры. Потому что если он, не дай бог, потек в мотор, либо еще хуже в батарейку, то нужно срочно принимать меры. Я следил, снимал энкодер в моторе, смотрел на то, чтобы он не был мокрый в тассоле. И я, в принципе, еще ранее обнаружил эту течь. И вот сейчас я решил устранить эту течь. Сейчас я быстренько сниму так называемое корыто, сниму пластиковые панели, уплотнитель, откручу войлочные вот эти подкладочки, вытащу корыто, вытащу еще одну штуку. И будет видно сам этот клапан четырехходовой, который я буду менять. И будет видно, где он подтекает. Сейчас все покажу. Так. И вот, собственно, наша проблемка. Здесь стоит три таких четырехходовых клапана. Вот первый. Потом здесь стоит, вот он, второй. И вот он стоит, третий такой клапан. Один из клапанов начал подтекать. Причем он подтекает по оси самого клапана. Я заказал с разборки клапан. Продавец пообещал, что он не течет, что он исправен. Я, скорее всего, привод оставлю старый. Не знаю, нужно ли подшивать эти приводы. Возможно, и нет. И заменю просто вот сам корпус клапана. Все, вперед. Да, немного оговорился. Это этот клапан четырехходовой. Остальные два клапана трехходовые. Этот и этот, они трехходовые. Поэтому сейчас снимаем патрубки, перекрываем их, чтобы не текло. И меняем. Вот сейчас видно, что подтекает именно вот отсюда, с оси клапана. Кстати, течь стала прогрессировать. Подтекала по чуть-чуть, сейчас все сильнее и сильнее. Видно, что эти болты сильно в коррозии. Надо их заменить, потому что выглядят они очень плоховато. И в какой-то раз, когда он уже будет открутить, просто не получится открутить. Поэтому надо их заменить. Вот уже даже сейчас мне тяжело открутить этот болт. Хотя я его уже откручивал не так давно. Но я его в любом случае выкручу, здесь доступ удобный. Но то, что заменить его нужно, это сто процентов. Да. С болтом печалька. Придется использовать старый проверенный способ. Хорошо, что здесь доступ удобный. Да, течь тут уже довольно серьезная. Тянуть? Нет, да. Видно, что оно течет вот прямо отсюда, с оси клапана. Сейчас я пережму трубки. Здесь, здесь и здесь. Надеюсь, много-то соло не утечет. Сниму патрубки, выдерну корпус клапана. И поставлю новый корпус клапана. Ну, как новый бушный, но который не должен течь вместо него. Далее в жидкости. Если вдруг нужно будет прокачать тасол, то использую тулбокс. Но, скорее всего, мне не понадобится это делать. Я думаю, я на всякий случай обесточу систему, чтобы помпы ничего не качали и не мешали мне менять клапан. Я сниму сейчас корпус фильтра, откину клемму, выдерну петлю высоковольтной батареи ВВБ, и система обесточится. И буду заниматься заменой вот этого клапана. И я снял вот это крепление металлическое, на котором движется клапан. Его, в принципе, можно не снимать, но так мне будет гораздо удобнее работать с патрубками. Все, теперь пережимаю патрубки, снимаю хомуты и меняю корпус клапана. Ну вот, я снял подтекающий клапан. Сейчас просто заменю вот эту среднюю часть на нетекущую. Здесь я таким импровизированным образом пережал патрубки. У меня, к сожалению, нет инструмента. Пришлось придумывать, изобретать, чтобы поменьше вытекал антифриз. Сейчас просто вместо него, вместо текущего клапана вставлю нетекущий, другой, и буду собирать обратно. Так, клапан я заменил. Сейчас поставлю на место хомуты, протру все, потому что тассол жирный. Протру, чтобы все-таки было видно, на всякий случай понаблюдать, не подтекает ли ничего первое время. И соберу все это дело обратно. Так, ну, все протерто, сухенько, хомуты на месте. Собираем дальше. Пролилось немного тассола, но я как бы к этому подготовился. Купил литр оригинального производства БАЗ Глисантин G48 концентрат. И сейчас его разбавлю для донужной консистенции и долью в бачок до нужного уровня. Значит, все собрал, все здесь сухенько сейчас, все подключил. Пока не буду собирать, наверное, полдня покатаюсь, посмотрю, ничего ли не течет, чтобы убедиться, чтобы душа была спокойна. И потом соберу все пластики, корыто, все соберу на место. Сейчас разбавлю концентрат, долью до нужного уровня, потом накину клемму на аккумулятор. Обычно в такой момент помпы начинают максимально быстро прокачивать тассол. Возможно, даже не придется с помощью тулбокса прокачивать тассол. Поездил я полдня, видимо, течи никакой нет. Я думаю, все будет в порядке, и можно собирать пластики. И ставить корыто на место. Ну, поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все